Последний матч с Днепром, вы забили 4 гола, ваша команда, столько же, сколько в предыдущих шести поединках. В чем причина этого места? Скажем так, что в силе соперников вторая лига это не первая лига, плюс мы те игры играли во время сбора, то есть тренировались по два раза в день и играли на фоне нагрузки, некоторые игры получались, некоторые нет, и все-таки состав у нас омолодился, у нас ребята 97-й, 96-й, 98-й год играют, и игры против команды ролик, где играют мужики, можно сказать. В принципе, две игры у нас не получилось, остальные достойные были. В составе сейчас три вратаря, вы им давали практику на протяжении всего межсезонья, уже определились с основными вратарями, определили на перспективу Якута, но получил недавно травму, сейчас обследуется и посмотрим, что так будет. Ну так, надеемся, что он будет основным, может быть, и Сакович или Ковалев будет играть, это уже как главное решить. Ну и замена есть у нас и Гефтук, и Возьмитель, то есть за эту позицию сильно не волнуемся. Ну команда в этом сознании полностью обновилась, а перспективы команды как оцените? Ну, знаете, в дубле оценивать именно перспективы команды неправильно, тут надо смотреть по людям, которые могут в следующем году, а может быть, уже и в этом году кто-то будет привлекаться в основной состав. С этим более-менее у нас как бы налажено и есть те ребята, которые, я думаю, где-то в мае, может в июне пару человек уже из этого состава будут привлекаться в тренировку в основной команде. Ну что касается игровых связей, то естественно, как бы тяжеловато, то есть начиная, грубо говоря, мы начали с нуля, опять собрали команду, вот. Ну какие-то связи просматриваются, те ребята, допустим, 97-й год, которые вместе были, да, 96-й год, вот, сейчас 98-й, вот, и Шедловский центральный защитник, и сборник на Льдовиченко, то есть как бы они вливаются потихоньку. Ну, задачи такой, то есть полностью слепить команду не стояло, потому что мы этой командой, как бы, те, кто тренируется, один человек играть не будем. У нас будет люди из основного состава, ну и плюс вот ребята на перспективе. Какие-то вот четкие планы на сезон есть? Планы, ну как можно больше, чтобы перешло в основную команду. Ну уже третий сезон возглавляется, дубль, какой-то опыт, ценный тренерский опыт за это время получили, можно ли играть? Ну, конечно, был еще все-таки не один, а третий сезон, вот, и как бы до этого уже около 8 лет я занимался с юношами, поэтому тут более такой, скажем, футбол уже приближен к взрослому, и как бы хочется ребят здесь уже настраивать, не, скажем так, как вот они любят, выйти, поиграть. Здесь больше объясняют, что вы должны понимать, что главной команде вы нужны для того, чтобы выигрывать. То есть ставится задача в каждом матче, в зависимости от соперника, от того возраста, какой уходит, в 97-го года он, или там в 96-го, стараться, то есть настраивать себя на победы. То есть главной команде нужна победа. Вот ребята, средний возраст, 18-19 лет, сложно ли им сходить общий язык? Ну, мне, если честно, нет, потому что у меня уже 92-й год был выпуск, то есть я с таким поколением, от 16-ти до 19-ти, лет 5 работаю, поэтому мне это не сложно. Вот болельщикам, которые будут приходить на протяжении сезона, болеть команду, что бы вы сказали? Поддерживать команду. Команда, в принципе, бесплатно молодости и опыта, да, молодые у нас ребята из дубля, но, скажем, что по тем даже минутам, и там Тайм кто-то в том году играл, сейчас я смотрел по предсезонной подготовке. Да, тяжело им будет начинать, но если будет хорошая поддержка, особенно в домашних матчах, вот, я думаю, должно все получиться. Жажда побед всегда есть, присутствует. Да, если все командное, то команда полностью готова, как физическое, как морально. Надо повышать, в прошлом сезоне заняли второе место, надо улучшать свои показатели, надо все-таки бороться за золотую медаль. Надо стремиться к лучшему, показывать лучшее и больше, чем предыдущие, все, надо стараться, с каждым годом надо рассирать. Какой матч в этом году у тебя заполнился больше всего? Ну, не знаю, наверное, предсезонная подготовка, наверное, первый раз в Гоми Желый Транс. Все-таки Гоми Желый Транс команда постарше и поопытнее, но на фоне то же самое, то, что у нас немного молочный состав, все равно мы доказали, что что-то стоило, даже по сравнению с постаршими. Самый сильный соперник, по-твоему, какой был? Наверное, все-таки ведущие, потому что там, да, более опытные ребята и молодые, то есть они и нас знали, и мы их знали, но все-таки тоже не навязали нам борьбу. В принципе, мы тоже не уступали ни в чем, пропустили, значит, так было. Обычно на матч приходят там родственники, друзья? Да, папа приходит, пацану. Да и у ребят даже то же самое, родители приходят, поддерживают. Это тоже приятно для нас. Есть разница выступать в товарищеских матчах, либо в официальных при трибунах? Ну, разница есть, но все равно, в официальных там, как бы, и немножко ты находишься, как бы, под волнением, как бы, все-таки ответственность какая-то больше принадлежит. А в товарищеских, как бы, ну, чуть-чуть поменьше, но все равно ответственность нуждается. Что бы ты сказал болельщикам перед началом сезона, которые будут приходиться и болеть за вашу команду? Что бы посещали каждую нашу домашнюю игру, болели за нас, а мы будем доказывать всем и показывать хорошую игру.